В девятый раз в центре Жаворонки проводится конкурс патриотической песни «Споемте, друзья». Итогом стал большой галоконцерт финалистов. Из 160 участников лауреатами стали 45 исполнителей. Песню я выбрала очень легко. Мне очень сразу понравилась эта песня. Она такая душевная, красивая, прожуравленка, который хочет улететь в теплые края, но Родина все равно для него важнее. Лучшая из лучших на этом конкурсе Анастасия Рогинская. Она уже известна по участию в шоу «Голос», побеждала на разных конкурсах, несмотря на то, что ей всего 11 лет. Члены жюри говорят, кроме прекрасных вокальных данных, Анастасия отличилась душевным исполнением. Конечно, кто более эмоционален, он сразу, конечно, завоевал наши сердца и, конечно, получали хорошие баллы. Член жюри конкурса, певец и композитор Алексей Хватский впервые оценивает конкурсантов в театральном центре Жаворонки. Говорит символично, что конкурс вокалистов проходит в театре. Исполнители не учат актерскому мастерству, а ведь песенный номер – это не только голос. Я желаю всем певцам, приходите в театральные центры, учитесь актерскому мастерству, и тогда ваше пение будет идти от сердца, вы будете осознавать, как вы поете, что вы поете. Поэтому театральное и музыкальное – это все общее, это принципиально важно. В этом году участники конкурса стали больше внимания уделять своему образу на сцене. Это не только костюм, но и умение раскрыть, показать свою песню. Мы увидели людей, поющих, играющих образы. То есть мастерство актера выросло, и нам многие говорят, что стали заниматься мастерством актера. И люди стали двигаться на сцене, прекрасно, особенно ансамбли. И тоже мы когда стали спрашивать, как это происходит, говорят, нанимаем педагогов по хореографии, вот, не только занимаемся вокалом. Споемте, друзья, лишь одна из страниц насыщенного календаря театрального центра Жаворонки. Сразу после вокального конкурса здесь открывается фестиваль театральных коллективов «Взмах крыла». Тимур Гайсин, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Тимур Гайсин, Артем Ломоносов, телекомпании «Взмах крыльяторка».